Эх, Советский Союз, страна огромная, и войсковых частей в нем было не счесть. Как раз-таки одна из таких войсковых частей в Новозыпковском районе, да что там говорить, недалеко от города Новозыпков. Меня она заинтересовала тем, что когда-то на этом месте в лесу был очень высокий радиационный фон. Но к тому моменту войсковой части как такое уже не было, а ее помещения и склады были отданы под пионерлагерь. Местные жители, которые постарше меня лет на 10-15, а то и 20, они помнят это место уже как пионерлагерь. То есть войсковая часть была еще раньше, где-то в годах 60-х, 70-х, но довольно быстро переехала. И по слухам здесь была какая-то инженерная часть, потому что существовали понтонные переправы на больших тягачах. И тут недалеко река Ипоть протекает. Возможно, они ездили туда испытывать эти понтонные мосты. Ну и опять же, место самой воинской части очень раздестроено. Здесь растет большой довольно-таки лес, и сами мы ее не нашли. Мы ее несколько раз проехали. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Один из них нам показал, что место воинской части вот именно здесь. Тут такой невзрачный заезд, но есть асфальт. Всем привет! Меня зовут Сергей Белкин, и я вкратце вам покажу въезд и более подробно саму воинскую часть-пионерлагерь. Дорога, на которой я стою, она соединяет город Новозыпков с деревней Перевоз. И вот в ту сторону деревня Перевоз. Сама же воинская часть, получается, уходит строго под прямым углом в лес. Небольшой накат на асфальте. Асфальт очень старый, маленький, узенький. Может быть, был когда-то и шире, но очень зарос. То есть, это можно видеть. Растут большие заросли каких-то кустов. Как бы это может быть калина, может быть бузина. Уже сейчас я вам не скажу. Напротив въезда в воинскую часть существует тоже небольшая дорожка асфальтированная. Но она пролегает не очень далеко. Через метров 15 там же и заканчивается. Куда она была, непонятно. Ну, на этом месте, где я сейчас стою, было КПП. Говорят, тут иногда даже перекрывали дорогу. Но на месте мы осмотримся. Перед въездом слева стояло КПП. Об этом можно судить по вот такому вот деревянному брустверу. Тут насыпь небольшая. И дальше бревно идет вкопанное. Однозначно какая-то постройка инженерная здесь была. Но это не все. Рядом есть кое-что посерьезнее. Продолжаем продвигаться. Видим какой-то швеллер сваренный. Его спилили. Видимо была какая-то арка. Может быть какое-то сооружение, препятствующее въезду сквозному автомобилю извне. Но, тем не менее, что-то здесь было. Спилили. Спилили автогеном. Рядом, может быть, находилось КПП. Потому как тут что-то есть железобетонное. Может быть, был окоп. Либо перекрытая щель. Или какое-нибудь другое инженерное сооружение. Кстати, я тут стою в лесу. И радиационный фон показывает мне AtomFast, что доходит до 100 микрорентген в час. Но дозиметр радиоскан покажет здесь иную, конечно, величину. Порядка 40-45, может быть, 50 микрорентген в час. Здесь я замерять дозиметром радиоскан не буду. Пройду немного дальше. Потому что въезд в саму часть – это не основное, что нас интересует. Чуть позже поизмеряем обоими приборами. В стране идет какая-то канава, выкопанная. Для чего непонятно. Наверное, все-таки для утилизации мусора она и была здесь выкопана. Очень много мусора. Если судить по радиационной обстановке в городе Новозыпков, она, в принципе, и здесь такая же будет. Немножко подрасчистим себе путь, чтобы можно было проехать на машине. И съездим туда, прокатимся, посмотрим, поизмеряем. А на этом месте, вот как раз-таки на перекрестке, измеряем радиационный фон и радиосканом, и атомфастом. Можете посмотреть сами. Пожалуйста, на радиоскане 59, практически 60. Ну вот она, 60 показывает микрорентген в час. Атомфаст выдает 121-125 микрорентген в час. Можно видеть. Да, тут, конечно, и накопали различных траншей. Ну, видимо, закапывали всякий мусор, хлам, оставшийся после... Ну, и в войсковой части, можно сказать, и после самого пионерского лагеря. Надо же было куда-то все девать. Вывозить, может быть, было слишком накладно и дорого. А выкопать здесь несколько траншей и сгрузить сюда все ненужное. Это был самый оптимальный вариант, что и сделали. Вот мы видим фон радиационный около яблони. Там, где лежат яблоки, уже спелые. Радиоскан около 30 выдает. Атомфаст 60-70 микрорентген в час. Тут какая-то то ли стенка, то ли фундамент идет вот в этой узкой очень канаве. Ну, не канаве, а траншеи. И даже судя по этой траншеи, можно сказать, что это не для мусора было сделано. А, скорее всего, копали кабеля, либо цветной металл. Что могло здесь быть? От военных очень много могло что остаться. Вот и искали. Радиационный фон 38 микрорентген в час. Атомфаст выдает от 88 до 100. Радиационный фон 38 микрорентген в час. Мы вышли на место, где когда-то стояло капитальное здание. И оно было очень большое. Валяются очень большие железобетонные блоки. Там и кирпич, и камни, и даже рубероид там в начале был с крыши. И даже остался еще не перекопанный фундамент. Цельный. Сейчас я покажу. Кстати, радиационный фон, как я только зашел на это разрытое место, резко упал. На радиоскан говорит, что здесь 30 микрорентген в час. Атомфаст 50. Начинаем с самого начала. Вот часть стенки разрушенной. Тут же недалеко лежит рубероид. И даже, видимо, стена была поштукатурена, либо покрашена в синий цвет. Вот часть стенки находится. Ну и дальше шло само здание. Вот на этом монолите железобетонном я стоял. А здесь посмотрите, какие ямы. Ямы. И вот он, еще не разрушенный фундамент. Неразрушенный железобетонный блок. Может быть, был несущий. Может быть, просто посередине стоял. Но почему-то до него не добрались. Ну, неважно. Это было одно из помещений, либо сооружений. Только я вышел из этого разрушенного здания, как фон сразу подрос. Это можно видеть по графику. Тут фон где-то порядка 50-40 микрорентген в час. А здесь уже и до 100-120 допрыгивает. Все это видно. Различных мест под фундамент тут очень много. Удивительно, что все практически забрали, либо захоронили. Не оставили практически ни одного намека, что здесь когда-то была войсковая часть, либо пионерлагерь. Ну и вот, мы дошли до самой маленькой, меленькой и узенькой канавки. А в ней растет вот такой вот лопух. Это, по-моему, подосиновик. Хе-хей! Но это еще не все. Вот он! Еще один подосиновик. В таком красивейшем месте, как это. Но и это еще не все. Довольно старенький подберезовик, наверное, стоит. Да, по-моему, это подберезовик. Он уже начал темнеть. Ну, по-видимому, старый. Очень старый. Но и это еще не все. Тут кто-то, видимо, хотел переехать, а может быть, даже и переезжал. Но здесь же растет и еще один подосиновик. И очень длинная ножка у него. Атомфаст постоянно волнуется. Выдает под 100 микрорентген в час. Кусочек асфальта собранного, но не весь. Собранного, но не весь. Да, конечно, тут мега большие насыпи, кучи. Раскапывали тут знатно. Тут очень такое просторное место. Видно, что забирали асфальт. Можно сделать вывод, что это был плац части. Но посредине этого плаца есть колодец. Неизвестно, с водой он был, либо просто для коммуникаций. Но, тем не менее, колодец есть. А так? Ну, что здесь еще могло быть? Да, не похоже, чтобы этот колодец был для воды. А, скорее всего, под какие-нибудь коммуникации, которые здесь же и проходили. Мой товарищ все удивляется. Ну, это ж надо так взять и собрать весь асфальт. Для чего он был нужен и кому? Какой-то холмик искусственный. Что-то, видимо, тут прикопали. Он довольно-таки высокий. Я, так, от земли метр на два, два с половиной. А то, может быть, и три. Атомфаст все волнуется. Подает тревожные звуковые сигналы и вибро. Фон здесь до 100 микрентген в час подскакивает. Но, радиоскан заподозрил и нашел всего лишь около 50. Может быть, чуть-чуть и поменьше. В этом месте идет какая-то просека противопожарная и видно, по ней ходят местные жители. Но куда и зачем мы у них спрашивать не будем. В этом месте тоже что-то капитальное было. Выкопали. Много кирпича лежит. Может быть, какая-нибудь огневая точка. Но здесь еще такой радиационный фон ничего. 126. Бывает, что и до 130 вот как сейчас подскакивает. Радиоскан показал бы около 60-65. Я тут забрел нормально так вглубь леса. Может быть, от дороги где-то на метров 40-50. И в лесу увидел остатки былой роскоши. Вот тут находился матрас. пружина из-под него видна. И куча других железячек. Но, может быть, даже и не от матраса. Я вот долго смотрел, стоял, что вот это за ерунда. Очень похоже на грибок, но она сделана из бронзы. оказывается, это пионерский как же они назывались-то? Труба. Труба пионерская, точно. Вот. Это раструб от пионерской трубы, но помятый. Когда-то был блестящий. Вот тут видно, что он еще так поблескивает былой славой. Пионерский лагерь, да, после воинской части здесь был пионерский лагерь. и вот от него остался такой сувенир. В той стороне кто-то кричал, как будто детские крики. Ну, таких подростков уже больше. А здесь похоже был какой-то бассейн миниатюрный. Может быть он был для красоты, а может быть реально здесь дети и купались. Вот такой он вот. правильной круглой формы. Немного пройдем назад. Там были слышны детские голоса. Может быть дети ходят куда-нибудь играть и от этого лагеря какие-нибудь сооружения все-таки достались. Расспросим, если встретим. Ну, и посмотрим сами, если вдруг действительно они есть. Вот здесь вот я иду. Дорога такая накатанная. Видно, что машины проезжают. но куда сейчас возможно увидим, а возможно нет. Вот здесь, по-моему, они разворачиваются. Тут видны следы разворота. А дальше, наверное, не проезжают. да, тут действительно что-то интересное есть. это еще не до конца разрушили. Поэтому вот так вот и стоит. Похоже на какой-то лабиринт. Но, видимо, был, скорее всего, какой-то подвал. с этой стороны никакого лабиринта нет. И дозиметр сразу замолчал. так, ладно. Бродить по этому лесу можно еще очень долго. Никаких мы детей тут не нашли. Подростков тоже. Спросить было не у кого. Поэтому выдвигаемся к своей машине и будем следовать обратно. ну и опять же сколько мне друзья товарищи не обещай высоких радиационных полей приезжаю на место их нету. Но продолжаю все равно проверять. Потому как они когда-то здесь были да действительно ну может быть лет 20 а то и 30 назад. Ну 30 лет назад точно были и очень большие. а нынче много радионуклидов краткоживущих распалось и остались долгоживущие такие долгоиграющие такие как цезий стронций плутоний америцей и вот как раз таки на них дозиметры и срабатывают. Но их как видите не столько много. Фон есть да действительно мы нашли сегодня точечку в 60 микрорентген в час на 10 единиц больше находили в самом городе Новозыпков. Ну это не повод для переживаний не повод для страха. Ну а по нашей прогулке по лесу я думаю что вам было интересно со мной бродить и измерять. А сейчас я вынужден попрощаться с вами. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры